Акбара Асада Акбар Асад, известный предприниматель, который является основателем веб-сайта «Багдаш», был задержан и отправлен в концлагерь в 2016 году сразу после того, как вернулся из США, где принимал участие в образовательной программе, организованной Госдепартаментом США. Помимо демократа Макса Роуза из Палаты представителей, обращение подписали сенаторы Джим Купер, Стефани Мёрфи, Джим Коста, Эбигейл Спанбергер и Джош Коттхаммер, которые также призвали Государственный департамент США предпринять дальнейшие шаги, чтобы добиться освобождения Акбара Асада. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что собирается отклонить предложение Китая посетить Восточный Туркестан. Отвечая на вопрос корреспондента New York Post по этому поводу, Помпео заявил, что визит, предложенный Китаем, будет заранее организованным пропагандистским туром. «Нет необходимости в посещении Уйгурского региона под руководством Коммунистической партии Китая», отметил Помпео. После того, как правительство США применило санкции в отношении четырех высокопоставленных чиновников Китая в рамках закона Магнитского, включая Чена Чуанго и Чжу Хайлюня, официальный представитель Министерства иностранного дела Китая Хуачунин заявил, что Пекин предложил Майку Помпео посетить так называемый Синьцзянь. «Майк Помпео может собственными глазами увидеть, что права уйгуров не нарушаются, и что в Синьцзяне нет концентрационных лагерей», – подчеркнул Хуачунин. В свою очередь, Майк Помпео опроверг слова китайского представителя. «Я подожду, пока Китай действительно не выступит с таким предложением и позволит нам свободно посетить регион», – заявил гостекретарь США. Бывший министр труда и социальных служб Великобритании выразил недовольство тем, что Китай принимает у себя зимние Олимпийские игры 2022 года. Инд Дункан Смит призвал британское правительство оказать давление на Олимпийский комитет с целью изменения страны организатора зимних Олимпийских игр. «Пытки и преследования мусульман, применяемые Коммунистической партией Китая, политика по обязательной контрацепции и ее действия по срыву совместной Китайско-Британской декларации – все это показывает, что Коммунистическая партия Китая является диктаторским правительством. «Невозможно представить, что каждый уважающий себя британец станет поддерживать Коммунистический режим Китая», – подчеркнул Дункан Смит. Представители США и Китая обсудили первый этап торгового соглашения. Стороны договорились создать условия и атмосферу для дальнейшего продвижения и реализации первой фазы торгово-экономического соглашения между Китаем и США. В заявлении торгового представительства США сообщается, что в ходе переговоров были оценены шаги, предпринятые китайским правительством для защиты прав интеллектуальной собственности и устранения препятствий для американских компаний в таких областях, как финансовые услуги и сельское хозяйство. Состоялся конструктивный диалог по вопросам укрепления и координации макроэкономической политики двух стран и реализации первой фазы Китайско-Американского торгово-экономического соглашения, сообщило информационное агентство Синьхуа. Ранее в сети распространилась информация о госпитализации и тяжелом состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ина. Бывший дипломат Южной Кореи Чанг Сонг Мин заявил, что лидер Северной Кореи впал в кому, а его сестра Ким Йо Джон собирается взять на себя управление страной, сообщает New York Post. Чанг предположил, что Ким находится в коме, но его жизнь не закончилась. Лидер Северной Кореи несколько месяцев находится в коме, а его публичные выступления последнего времени сфальсифицированы. Об этом идет речь в новом отчете южнокорейских чиновников. Отмечается, что 33-летняя сестра Ким Чен Ина пока является де-факто заместителем командира, хотя она не была назначена его преемницей.